друзья приветствую вас на канале саморазвития в походе сегодня у нас очередной день обзора я думаю на все это вы уже обзоры видели на этом канале вот ну и подошла одежда от фил равен смысле да и много чего интересное подошла очередь к такому вот удивительному продукту в простонародье называется печка бонда я с ней столкнулся впервые наверно лет 10-15 назад в походе но не с этой моделью такой вот рукодельный и когда я впервые увидел ну честно сказать я был в шоке вот я был в шоке потому что для меня это принципиально новая модель вот еще она называется турбопечка щепочница и мы будем с вами рассматривать модель airwood easy евро bm airwood евро bm от easy hike компания производит это кстати ребята в украине ну естественно скорее все заказывают в китае и я пройдусь по ее плюсам минусам потому что очень долго я ее использовал уже смог ее изучить скажу кому она подойдет и кому она не подойдет и так для чего предназначена эта печка она предназначена для того чтобы иметь возможность готовить на 1 на 2 на 3 на 4 на 5 и даже наверное на 7 8 человек свободно в походе используя абсолютно любой подножный корм мы уже приготовили небольшую связочку дров в обычной жизни когда мы готовили на костре такой бы связки дров и не хватило бы наверное на то чтобы закипятить чашку воды не то чтобы закипятить а даже довести наверное до тепла но для этой печки этих дров хватит на некоторое время я думаю даже может быть и на стакан хватит закипятить но на самом деле давайте переходить я буду по ходу говорить о достоинствах недостатках значит этот чехол шел в комплекте у компании раньше да когда его покупал такой вот из тоненькой брезентовой ткани несет под собой функциональную основу потому что видите у меня печка завернута еще в кулечек вот и первый минус этой печки с которым мы встречаемся это то что когда мы начинаем готовить кстати котелочек купленный на этом же сайте очень удобный рекомендую ручки обгорают и мне кажется это обмотку было бы изначально лучше всего снять но она у меня осталась поэтому я уже с этим не парюсь вот они обгорели до определенного предела были такие вот зелененькие вот но смысл в том что когда вы готовите на turbo печки щепочницы первый и минус это то что вы всегда будете сталкиваться с копотью потому что вот такие вот дрова сосна и все остальное оно само по себе коптит иногда как коптит как из шахты может ставлю этот кусочек видео поэтому котелочки придется мыть и когда мы будем складывать этот котелок после приготовления руки будут в саже но сейчас сажи не видно потому что он вымыт значит в котелочек очень хорошо заходит сама печка кстати котелочек этот на 1 литр но в принципе сюда где-то литр 200 влазит удобен для одного двоих троих человек и эту крышечку сразу можно использовать либо как сковородку либо как чашку для питья чая либо как тарелочку для того чтобы из нее есть фактически когда у вас есть такой вот котелок то два человека могут полноценно питаться в походе и это служит таким защитным щек и чехлом для этой печки вы видите сама печка помещена еще уходим кулечек как у этого каще я дам ася там где яичко в яичке было да ладно в яичке что-то было значит сама печка уже идет у нас почище состоит меня на из таких элементов вот смотрите вот эта печка в сложенном виде я сейчас буду при вас разбирать и покажу дополнительную комплектацию что сюда входит шнурочек дополнительный до который имеет переход в этом и смысл евро означает что здесь у нас есть снизу вот такая вот крышечка подставочка которую можно снять то есть когда мы готовим на печке то под ней будет минимум выгорать пространство но это типа так в европе требует чтобы была некоторая подставка чтобы была изоляция огня вот место где мы находимся но по сути если мы даже готовим с такой подставкой скажу сразу под ней все равно будет выгорать пятно от этого никуда не денешься но возможно это происходит происходит меньше но зато и пепел и все это дело будет находиться вот здесь внутри печки его потом можно просто вытрусить в нужное место куда захотите начнем разборочку значит в кулечке у меня еще лежит зажигалка кстати купил на этом же сайте bm easy hike она типа называлась не промокашка интересно заработает она сейчас или нет здесь газа осталось мало на кстати заправляется очень удобно для распалки уже почему-то не работает то ли газа надо до заправить то ли что-то в ней уже нарушилась но вообще идеальная вещь была для распалки у этих ребят я и тоже покупал и вот такой вот переходничок которая показал который служит для того чтобы эта печка могла работать не просто от пальчиковых батареяк от любого пауэрбанка таким образом вы можете облегчить вес этой печечки итак поехали с чего же она состоит у нас достаем первый блочок в простонародье у нас по ходе ребята украинские назвали ее дулкой говорят дай эту дулку смысл этого блочка заключается в том что здесь встроенный вентилятор и когда я его включаю то он просто работает как вентилятор нагнетатель воздуха в основную камеру этой печки и при этом имеет две скорости минимальная вниз максимальная вверх и посрединке кстати эти батарейки мы у меня тут стоят уже посрединке эта позиция когда она выключена эти батарейки у меня уже здесь года три-четыре стоят их пришло время уже сменить об удобстве этого элемента невероятно крутая вещь в походе даже когда мы не используем эту печку например когда мы распаливаем костер я просто ее включаю ставлю возит того места где распаливаем и это заменяет процесс вот этот когда мы дуем или вот это вот заменяет дело размахивания да и если дрова даже влажный то она может стоять постоянно на расстоянии и разгонять огонек таким образом можно использовать при распалке костра полностью полноценно дальше идем во внутрь показываем как она разбирается нажимаем на две скобы и достаем такую вот штуку собственно на которой будет и ставится кастрюля сверху здесь же внутри печка выглядит таким образом что есть внешняя камера есть внутренняя камера сгорания вот все это дело сделано из нержавейки при том на внутренней камере сгорания здесь насверленное отверстие снизу и сверху то есть фактически как работает процесс мы цепляем сюда вот эту вот дулку она подает кислород сюда этот кислород ударяется во внутреннюю камеру обходит между двумя стенками и выходит здесь из этих дырочек а здесь мы накладываем дрова я сейчас вам это все продемонстрирую до щепки мелкие веточки да потому что как я сказал эта печечка питается подножным кормом она мега очень удобно в этом плане мы в ней постоянно работ готовили в карпатах хотя до этого мы все время готовили на костре вот давайте приступим одеваем нашу конструкцию будем эту дулку печку до устанавливать здесь вот на ровной поверхности в ее когда устанавливаете тут очень важно чтобы она стояла тверденько потому что сюда ставится кастрюля значит здесь мы открываем такие вот заслон очки и этой частью я приспособился так что я ставлю от дулки почему от дулки потому что когда горит костер здесь выходит пламя который ударяется в кастрюльку если этим пламенем ставить сюда то это пламя может нагревать вот этот блочок кстати правило безопасности сразу ребят этот блочок нельзя одевать в выключенном виде на горящую печку иначе тепло от печки пойдет сюда и у вас произойдет знаете что вот эта вот штука которая произошла у меня видите покривила аккумуляторный блочок от перегрева полностью но тем не менее она работает поэтому если вы купите такую штуку и вы готовите на этой печке 100 блочок лучше снимать когда он дует и не выключать его на печке я бы сказал бы никогда когда горит здесь пламя ну что поехали будем распаливать все это дело вниз мы кинем прикормки этой для распалки оденем нашу дулку теперь нам не надо дуть и найдем спички а зажигалка она уже не я ее в пробовал она зажигалка было удобно тем что она могла распаливать верх ногами но сейчас она перестала работать в походе значит что мы делаем зажигалку мы не будем использовать будем использовать спичку наложили сюда всего этого дела вставляем спичку а вот все оно пошло и теперь мы можем сюда видите дуть ничего не надо потому что здесь все задувается и теперь мы просто накидываем дрови шик я какой использую хитрый способ я иногда беру вот такие вот длинные толстенькие дровишки мы их напиливаем ножовочкой бачу которая у меня возможно тоже появится в обзоре и просто я их вот здесь вот вставляю длинные дрова и когда что-то готовится ведь она уже коптит как шахта потому что здесь используется сосновые палочки которые сами по себе смолянистые вот я их еще подкину главное чтобы когда накладывали палочки они не перекрывали эту плоскость на которую будет ставится кастрюлька все ставлю кастрюльку я пробовал сюда ставить казанок уху помнишь мы готовили мазь литров на 7 я мог его сюда спал свободно ставить и готовить в нем еду соответственно значит во время приготовления единственное что надо делать это иногда подпихивать эти палочки сюда когда мы уже видим что пламени нет а вот покажи отверстие вот через вот это отверстие видите я подпихиваю сюда палочки но при этом я вам хочу сказать потому что я сейчас еще буду делать обзор на вот такой девайс примус это light плюс примус в отличие от этого девайса который готовится на газу но при этом он совершенно чист и видите это после года приготовления обратите внимание вот здесь мы имеем элемент эстетики а именно горящего костра и запаха пищи когда мы готовим на этом всем пищи появляется аромат такой вот кострица то из-за чего мы ходим в походы вот поэтому это невероятный плюс по сравнению вот с таким вот примусом но еще одним из плюсов является то что примусу надо носить баллоны вот с газом соответственно которые имеют ограниченный ресурс а это имеет неограниченный ресурс то есть беря такую штуку в поход ее кстати очень выгодно брать для чего она подходит она подходит когда вы в походы идете там я бы сказал от трех человек и больше продолжительностью от четырех дней наверное так тогда становится целесообразно нести вот эту вот штуку на ней постоянно готовить потому что вы не ограничены полностью в дровах вы не ограничены в ресурсе вы не думаете о том где вам взять газ тем более в горах либо это вот штука очень удобно и когда мы едем например за границу и летим самолете там перевозка газовых баллонов запрещена например в исландию летим до в поход то вот эта штука правда чем ее топить в исландии мухам если накидать туда полноценно дров то я думаю он может даже закипеть чуть-чуть медленнее чем на этом примусе ну наверное сколько тут литр воды минут 6 где-то на него надо будет вот но при нормальном батарейном блоке потому что здесь уже севшие батарейки и он сейчас немного задувать кислорода чем больше кислорода туда задувать тем быстрее она будет нагреваться это вода и будет происходить очень быстро то есть еще раз подрезюмируем плюсы эстетический вид но при этом конечно пачкаются руки да это минус я имею до то что видно костер то что пища пахнет костром неограниченное количество топлива можно готовить как на большие компании как и на продолжительном сроке хоть на месяц уходить да и свободно на этом деле все можно готовить да ну наверное да вот это вот и есть основные плюсы всего этого процесса вам кстати вода уже начала закипать это при всем что самодулка здесь работать не на полную мощность то есть вечером можно так сидеть и любоваться этим очагом и еще очевидный плюс то что можно погреть руки вы кстати когда ходили в поход мы делали вот такой вот вариант когда нам костер негде было распалить или шел дождь кстати под дождем она очень легко распаливается под дождем костер не распаливаешь мы делали такой вот вариант ставили его прямо до стол подкладывали камень сидели кушали у нас прямо посреди стола горела такая штука и мы на ней грели руки это ребята тоже придумали с которым мы ходили в поход и такая получалась у нас мини печечка и можно было и на костер посмотреть и руки погреть и постепенно подкидывать сюда дровишек чтобы она с горела и работала то есть вот такой вот девайс он может кстати работать и без плачка вот значит какой его еще недостаток по сравнению с примусом допустим да вот газовыми горелками вот то что газ намного быстрее запустить то что он не пачкает руки то что эти горелки намного легче регулировать здесь у нас получается два уровня регулировки меньше больше и выключена это третий уровень когда я снимаю облачок это самое минимальное скажем так по горению и для того чтобы мне теперь прикрутить газ мне не либо надо дрова вытягивать отсюда вот либо не подкидывая дрова либо поднимать кастрюлю на газовой горелке это конечно сделать легче но в принципе я хочу сказать когда готовишь пищу я не заметил чтобы это было каким-то недостатком потому что мы как туристы привыкли готовить на костре когда там пламя жарит так что здесь даже больше регулировок по отношению к основному костру я бы сказал что это такой переходной вариант между костром и газовой горелкой но при этом у него есть все преимущества костра да при этом при всем да ну есть некоторые преимущества над газовой горелкой и соответственно свои минусы мася тебе что больше кстати нравится правильно вот это вот вещь как по мне до которой мы перейдем к обзору она очень круто когда идешь в соло походы когда идешь вдвоем когда идешь на непродолжительный срок там три-четыре дня вот ну это вещь хороша когда идешь уже большими компаниями в принципе все друзья на этом у меня все собирается она все в обратном порядке вот если я сейчас проведу по этой кастрюльке видите уже зачумазил руки себе немножко к этому надо быть готовым их просто потом надо помыть вот с вами на связи был канал саморазвития в походы друзья интересные ваши комменты ваши отзывы какие вам системы для приготовления пищи больше нравятся пишите здесь комментариях понравилось видео лайк не понравилось дизлайк и пока пока я я Продолжение следует...